МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместитель генерального директора концерна Михаил Подвязников на Петербургском международном газовом форуме. Алмаз-Антей начал разработку электромобиля в 2019-м. В этом году был продемонстрирован полнофункциональный прототип кроссовера Е-Нива, разработанный Обуховским заводом и почти на 80% состоящий из отечественных комплектующих. Чтобы выйти на полное импортозамещение, концерн ищет подрядчиков в Башкортостане. Напомню, еще в 2016 году Владимир Путин поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса России увеличить долю продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства до 30% к 2025 и до 50% к 2030 году. Одним из первых к этой работе приступило Уфимское моторостроительное производственное объединение. Так предприятие планирует поставить 12 компрессорных станций для газопровода «Сила Сибири». Мы активно занимаемся импортозамещениями, поставками своих продукций для «Газпрому». Поэтому мы считаем, что для нас это достаточно серьезный прорыв в объемах поставки. Ну и, соответственно, обязывает нас поработать над качеством, над сроками, над ценами, по всему комплексу. На форуме работает большая делегация Башкортостана. В ее составе руководители профильных предприятий, отраслевые эксперты, члены правительства региона. В числе ключевых вопросов – социальная газификация. В республике до 2025 года провести газ планируют в 162 населенных пункта. Во-вторых, это реализация программы дегазификации. Основной ее этап приходится именно на 2022 год. То есть мы сможем, соответственно, обеспечить более 30 тысяч домов газом, которые ждали этого очень долго. На Петербургском газовом форуме стенда Башкортостана в этом году нет, но продукцию республиканских предприятий можно увидеть повсеместно. В экспозиции объединенные двигатели строительной корпорации можно увидеть двигатель АЛ-31СТ, выпускаемый у МПО. А на площадке КАМАЗа новую разработку автобуса для Крайнего Севера, серийное производство которого будет запущено в Нефтекамске. Власти Башкортостана привлекли 70 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог в 2023 и 2024 годах. Это в два раза больше, чем за последние два года. Об этом сообщил глава Минтранса Александр Булушев. Средства направят на завершение текущих проектов и реконструкцию новых участков федеральных и региональных трасс. В этом году после ремонта сдадут 11 километров трассы М5 в Туймазинском и Буздягском районах. До конца года должен быть согласован проект реконструкции еще 16 километров этой трассы в Иглинском районе. В следующем году начнется ремонт въезда в Уфу с М5 через Дему по улице Центральной. Продолжится реконструкция 63 километров магистрали в Уфимском, Иглинском, Благоварском, Туймазинском и Буздягском районах. Помимо этого планируется завершить реконструкцию 10-километрового участка трассы М7 «Волга» в Уфимском районе. Ширину проезжей части доведут до 6 полос. Еще 20 километров автодороги расширят в Дюртюлинском районе. Эти работы запланированы на 2024 год. До 2025 года планируется провести реконструкцию трассы Уфа-Оренбург, объезда Стерлитамака. 23 километра дороги расширят до 4 полос. Сейчас проект проходит согласование в главгосэкспертизе. Башкортостан в числе регионов-лидеров по валовому сбору гречихи. Аграрии убрали уже около половины площадей. Валовый намолот составляет свыше 43 тысяч тонн зерна, что уже слегкой покрывает внутреннюю потребность республики, которая составляет 30 тысяч тонн зерна. В Минсельхозе отметили урожайность гречихи в этом году хорошая. В среднем 13 центнеров с гектара. Башкортостан наряду с Алтайским краем, Курской, Воронежской и Орловской областями обеспечивает 75% валового сбора гречихи. Аграрии страны собрали уже 230 тысяч тонн, что на 140 тысяч тонн больше, чем в сентябре прошлого года. В этом году уборочная площадь выше, чем в прошлом году. Вообще было посеяно в прошлом году, допустим, 63 тысячи гектаров гречихи, в этом году 72 тысячи гектаров. Более того, что в прошлом году засуха была и часть посевов погибла. Отпускные цены, так скажем, они невысокие, в том числе и не гречиху. В настоящее время по республике они колеблются на зерно гречихи, не на крупу, а на зерно гречихи от 20-30 рублей за килограмм. Напомню, в сентябре прошлого года в Башкортостане розничные цены на гречку впервые за 10 лет превысили 100 рублей за килограмм. Рост Чека подогрел дефицит крупы накануне нового урожая. По данным Башстата, на сегодняшний день килограмм гречки в республике стоит в среднем 106 рублей 45 копеек. С начала года крупа подорожала на 3%, однако стала на 4,5% доступнее, чем месяц назад. Статистику расходов россиян включат безналичные платежи и траты по бонусным программам в доходы, выручку от операций на фондовом рынке. Такие изменения прорабатывает Росстат. Они вступят в силу в 2003-2024 годах. В ведомстве пояснили, что учет бонусов по программам лояльности связан с тем, что компании все чаще используют этот инструмент поощрения. Безналичные переводы уже учитываются в статистике, однако Росстат планирует улучшить эту систему, чтобы охватить и переводы за пределы региона. Изменения в расчетах доходов населения связаны с возросшим интересом граждан к фондовым рынкам. В частности, в Башкортостане число индивидуальных инвестор-счетов выросло до 176 тысяч. Это на 60 тысяч больше, чем в начале прошлого года. Действительно, у нас каждый год стабильно растет доля частных инвесторов, физических лиц в торгах на валютном рынке Московской биржи. И не только на валютах. Вообще, доля инвесторов, физических лиц у нас каждый год поднимается. Особенно в последнее время она поднялась до примерно 26% в объеме спотовой торговли. Где-то, ну, скажем, в прошлом году было 8-9, а там несколько лет назад было 2% всего. Политологи и экономисты отреагировали на корректировку расчетов доходов и расходов населения скептически. По их мнению, изменения связаны в первую очередь с желанием отчитаться о высоких результатах. Ну, это крайне странное решение. Повторюсь, не может доход человека измеряться акциями, по сути, рекламными компаниями, которые привлекают к себе покупателя. Росстат давно идет по принципу, и у нас многие такие организации, они считают таким образом, да, чтобы получить нужную картину. Напомню, по данным Росстата, доходы жителей Башкортостана в первом полугодии составили 31 850 рублей. За год этот показатель в номинальном выражении вырос на 13%, а в реальном снизился на 2,5. Потребительские расходы в первом полугодии составили почти 30 тысяч рублей, увеличившись на 16% в номинальном выражении. Почти на 40% выросло производство лекарств в Башкортостане за 7 месяцев этого года. В частности, увеличился выпуск препаратов для лечения желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, а также болезней нервной и дыхательной систем. По словам экспертов, это связано с уходом иностранных компаний и возросшим спросом на препараты отечественного производства. В ближайшее время дополнительный рост может обеспечить строящийся в Уфе фармацевтический логистический центр, который, по словам министра торговли Алексея Гусева, обеспечит лекарствами республиканские аптечные сети. В целом, индекс промпроизводства в Башкортостане вырос с начала года на 3%. Наибольший вклад в сохранение положительного показателя внесли предприятия, занятые добычей нефти и природного газа. При этом санкции привели к снижению темпов производства текстильной продукции, изделий из дерева и кожи. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.